Из Евангелия от Марка Мы знаем, что Иисус много путешествовал по израильской стране, шел в селение, в города, чтобы благовествовать и нести Божье Слово. И вот здесь упоминается одно место, в которое Иисус прибыл, переплыв какой-то водоем, написано «прибыл в пределы Далманувские». Когда Иисус в разные места приезжал, по-разному его встречали. Были случаи, когда написано «уже его ждали», потому что были наслышаны о чудесах. Были случаи, когда с каких-то мест его просили удалиться. Были случаи, когда только они выходили из лодки, им навстречу выбегал бесноватый человек, которым был легион бесов. Очень по-разному селения и города встречали Господа. Где-то его просто не знали и узнавали только потом. И вот здесь было особенное место, где первые повстречавшие Иисуса Христа были люди по названию фарисеи. Их встреча была... вообще фарисеи по-разному встречали Иисуса. Были даже такие, которые приглашали его к себе домой, чтобы пообедать и поговорить с ним. Вот эти вышли и сразу же начали с ним спорить и требовать от него знамени с неба, написано «искушая его». Вот такая встреча, такой прием. Спор и требования. Вот когда, может быть, лет 10-15 назад я слышал выражение «фарисеи», то часто это использовалось слово такими новыми христианами, так скажем, в адрес строгих пастырей. То есть, и когда говорили о какой-то церкви, что там строгие порядки, это фарисей или это фарисейство. Вот. И я так уже немножко привыкал к этому пониманию. Но когда я вникая в слово Божие, я увидел, что фарисейская закваска сегодня опасна абсолютно для каждого христианина. Фарисеем может стать и пастор, может стать и хорист, может стать и пророчествующий человек, и даже тот, кто убирает помещение и находится в службе порядка. Эта закваска фарисейская имеет такое всепроникающее свойство. И если человек себя не убережет от нее, она проникнет в него, кем бы он когда-то не был. И вот разные есть признаки и проявления. Вот здесь два упомянутых момента. Фарисеи начали спорить и требовать. Один, два вот этих признака фарисейства. Первое – это спор. Фарисей любит спорить. Это признак гордого человека. Мой старший сын пяти годам научился хитрить. Может, раньше научился, но заметил я позже. И его поступки, если моя дочь, она так открыто делает неправильно, потому что ей три года, она не соображает, как прикидываться еще. И все, что она делает неправильно, это все как на ладошке. Ну и попадает, соответственно. А сынок, он уже так сориентировался в обстановке и делает тихонечко, из-под тяжка. И иногда, значит, выводит и раздражает свою младшую сестру. Вот это такое бывает. И вот один из методов раздражения, который он использует, который нужно пресекать, он говорит «мой папа». Знаете, что дальше происходит с детьми? Он подходит, обнимает и говорит «мой папа». Фарисей говорит «Господь только наш и ничей больше, только у нас, и истина только у нас, папа наш». Что они провоцируют? Провоцируют спор. И когда мы с вами чувствуем в своей жизни изобилие споров, это признак фарисейства в нашем сердце. Помню первое время, когда мы ехали, здесь только начали собираться, а южный микрорайон специфичен тем, что тут несколько молитвенных домов. Тут есть и адвентисты, есть баптисты, есть пятидесятники, есть старообрядцы, и может еще кто-то есть, о ком я не знаю. И вот первые разы, когда я ехал сюда на автобусе, я слышу дискуссии, дебаты и споры уже. И вразумляют друг друга. Я даже не знаю, кто там и какой динаминации принадлежит, но автобус «пятерка» превратился в место религиозных дискуссий. Потому что пока доедет, пока старообрядцы выйдут, пока пятидесятники, пока баптисты. И всем надо свою точку зрения отстоять. Вот когда чувствуем мы в сердце своем вот такое желание, я должен доказать, я прав, у меня только все хорошо и правильно, это признак фарисейства. Но, знаете, моя дочка оказалась в этот момент неуязвимой почему-то. Когда он сказал «мой папа», она сидела так, что-то жевала и говорит «моя мама». И этим прекратила весь спор, на который сын провоцировал свою младшую сестру. Абсолютное спокойствие. Мир, в четверг я рассказывал, что она ко мне испытывает достаточно ровное чувство. И поэтому не сумел уязвить он ее таким образом. И второе – требовали. Знаете, иногда наши молитвы бывают как требования. И хотя в Библии рассказывается о том, что написано «приходили к Иисусу, и требовавших исцеления он исцелял». Есть действительно такое отчаянное положение. Представьте человека, у него какая-то боль, может быть, из месяца в месяц, из года в год, и вот он умоляет Иисуса, он не задумывается о том, устал Иисус, хочет исцелять или нет. У него есть внутри такая трудно-тяжелая нужда, и он как с требованиями выходит. Иисус написано «требовавших исцеления исцелял». Но нельзя превращать это в норму жизни, когда мы с Богом разговариваем на «ты». Есть даже такое, вы знаете, когда христианские учителя учат так, вот возьмите Библию, покажите Бог, ты вот так сказал, и если ты мне это не сделаешь, значит ты солгал. Понимаете, такая манера разговора с Богом никак не можно назвать разговор сына с отцом или раба со своим господином. Это не есть правильно. И вот этот вопрос касается также и наших требований друг к другу. Есть очень интересное местописание. Мы привыкли о том, что грех разрушает нас. Это правильно. Грех. Когда мы делаем с вами грех, мы разрушаем себя и губим самих себя. Иногда, когда родители говорят детям, или проповедник говорит людям, благовествует о том, что грех это плохо, людям кажется, что у них хотят забрать что-то хорошее. Но на самом деле грех это то, что прежде всего губит нас самих. Но Экклесиаст сказал, что есть еще нечто, что губит нас. Он говорит, не будь слишком строгим. Зачем тебе губить себя? Оказывается, повышенная требовательность к нашим ближним, когда мы не знаем, что такое снисхождение, милосердие, прощение, это губит также нас самих. И это тоже признак фарисейства. И вот это все вместе называется искушением Господа. И посмотрите на реакцию Иисуса Христа. Кто помнит, что я прочитал? Что произошло дальше? Они вышли, начали спорить, начали требовать. Я думаю, что у них были такие мрачные, тяжелые, агрессивно настроенные лица. Иисус вышел из лодки. И вот на него напали вот эти все. И кто помнит, какая была реакция Иисуса Христа? Так, пораньше чуть-чуть, чем оставил. Знамения не дал. Еще, тут сказали, только поздно уже. Дальше, раньше еще. Марк, я обратил внимание, читаю Евангелие от Марка, очень внимательный человек был Марк. Он замечал детали, которые обычно люди могут не заметить. Написано, он глубоко вздохнув сказал. У других евангелистов, я не помню такого момента, Марк записал вздохи Иисуса. Есть еще случай, когда он отвел, значит, привели глухого косноязычного, Иисус, возрев на небо, вздохнул, сказал отверзь здесь и так далее. И вот здесь, смотрите, Марк отмечает не просто вздох, вот так он события записывал, слушал, вернее, Марк вообще-то мог в это время не присутствовать. Это был молодой достаточно человек, он мог быть на том месте, мог и не быть. Может, многие говорят, что он записывал Евангелие со слов Петра. Значит, Петр Апостол или кто-то, кто рассказывал Марку, был очень внимательный, и Марк счел нужным записать эту деталь. Не просто вздохнул даже, а еще и глубоко вздохнул. Это глубокий вздох. Когда мы на рентген приходим, значит, мы набираем полное легкие, не дышим, дышим, и нас отпускает с миром. Вот, в чем суть? Я смотрел и думаю, ну, нет в Библии слов, написанных зря. Если написано, что глубоко вздохнул, значит, нам надо знать, что вот тут был вздох, и нужен он был. И вот голову ломало над этим. И вы знаете, что думаю? Вообще, когда с нами спорят и с нас требуют, вот к вам приходит сыночек или дочь, говорит, «Мама, вот мне завтра кроссовки новые, вот чтоб тут на столе стояли». Как вы реагируете? Побежали покупать некоторые. И часто, если уже так вот дети делают, это там, где бегут покупать. Где не бегут покупать, а берет мама тряпку с полу и по губам. Там так не делают пальцы. Я так не делал. Потому что я так получал. Я очень уважаю такой метод, не постоянный такой, знаете, регулярный. Но как я согласен 100% с братом одним, он говорит, я всегда в своих детях пресекал дерзость по отношению к старшим. Я размышлял, это действительно ключевой момент. Это не просто одно из проявлений плохого характера, но дерзость старшим, это уже разрушить свое будущее. Сегодня я против родителей, завтра я бунтую против учителей, послезавтра я бунтую против начальства, я революционер, повстанец, мятежник, и в конце концов, и Бог уже для меня не авторитет. То есть вот этот внутренний бунт, эта дерзость против старших должно действительно пресекаться. И кто из вас читал, читает наши газеты, в одном из номеров было письмо девушке зараженной ВИЧ, которая пишет и говорит, почему в детстве, вот не нашелся человек, который бы взял крапиву, ВИЦу и отхлестал, на что мы не ходили, куда не надо. Никакие дискотеки, вечеринки и тому подобные глупости. Не было такой мамы. Мама думала, все идут туда плясать, и пусть моя дочка идет плясать. Она не знала, что через 10 лет она подпишет смертный приговор уже себе сама. Через эти случайные связи. И вот сегодня эта дочка, а посля, говорит, почему не было такой? А те, кого ВИЦ и хлистали, говорят, слава тебе, Господи, спасибо тебе, мама и папа, за эту ВИЧ-ку. Такую болезненную, но такую полезительную, потому что сегодня я стою здесь полноценно. И вот смотрите, Иисус встречает такую дерзкую реакцию. Чаще всего, естественно, когда мы смотрим, что кто-то с нами начинает спорить, что-то такое, у нас возникает чувство, которое обычно называют раздражением. Если это еще систематически, Евангелие от Марка чуть ли не сразу же начинается противостоянием фарисеев Иисусу Христу. И вот я верю, что глубокий вздох Иисуса Христа это проявление реакции кроткого человека на раздражающие факторы. Прошу простить за такую формулировку. Ну, понятно, да? Просто я не знаю, как просто сказать. То есть меня раздражают, я могу закричать, ругаться, сколько можно, это все повторяется, изо дня в день, никогда не прекратится. А Библия нам разрешает. Опять игрушки не убрал. Опять жена не послушалась, сделала по-своему. Понимаете, вздох разрешается. И выдох. Чтобы не умереть в это время от напряжения внутреннего. Иногда же, знаете, как люди говорят? Говорят, вот я вот не выскажусь, и все, у меня внутри кипит. Не выскажись, а выдохни. Иисус говорит, не знаете, какого духа? Пнеума, греческое слово, которое переводится как дух. Пнеума переводится и как воздух. Выдохни этот дух, раздражайся. То, что у тебя внутри кипит. И вот он глубоко вздохнул, и смотрите, как просто ответил. Не значит, что мы вот не должны заметить неправильное поведение детей, жены, ближних своих. Мы должны, в каких-то случаях, мы обязаны сказать. Где-то можно промолчать. Когда случай разовый, не повторяющийся, но когда этот момент нуждается в исправлении, вздохнул, выдохнул, и потом Иисус говорит, для чего этот род требует знамени? Истинно говоря, он не даст этому роду знамени. И все. Сегодня говорилось о плотских оружиях. Раздражение, крик, ярость, это плотское оружие, которое приносит плотские результаты, вражду и пропасть. А Иисус говорит, научитесь от меня, как я действую. Меня раздражают, а я вздыхаю. И потом, спокойно говорю, поправляю вопрос. Вот это духовное оружие, позволительное, которое нас самих не разрушает внутренне, не крадет у нас мир Божий и дает большой шанс на то, что наш ближний поправится все-таки. Потому что именно мягкий язык, что делает? Ломает кости. У нас есть кость в ноге, которая выдерживает, по-моему, несколько тонн. Представляете, языком сломать такую кость. И вот мы иногда смотрим на наших ближних, упрямый, как вот эта кость. Ничем его не возьмешь. И кричал, и ругал, и ремнем, и вицей, и палкой, чем угодно. Иисус говорит, ты еще не попробовал самый мощный метод. Мягкий язык и глубокий вздох. То, что очень часто работает. Я помню, как один христианин, ему сейчас уже где-то около 35 лет, он рассказывал про свою маму. Когда он что-то наделает, на беда курит, она посадит его перед собой, называет его по имени и говорит, ты меня глубоко разочаровал. И он говорит, хуже наказания не было. Он сидел в то время как на углях, на горящих. Видите, мама смотрит прямо в глаза ребенку, нашкодившему, и спокойным, исполненным огорчением материнского голоса. Он говорит, ты меня очень, очень глубоко разочаровал. Вот на этого ребенка так здесь встал. Хороший человек, мне нравилось с ним очень общаться и разговаривать с этим человеком. И смотрите, что происходит дальше. И оставив их, опять вошел в лодку и отправился по ту сторону. Смотрите, Иисус приехал, Иисус приехал и уехал. Вы знаете, что Господь был кротким и остался кротким. И сегодня, где не хотят Его благословения, где внутри бродит фарисейская закваска, где споры, крик, раздражение, требовательность, непрощение, Иисус приходит и обратно уходит оттуда. Он никогда не врывается. Всемогущий Бог поставил сам себе во вселенских законах одну преграду, человеческую волю. Он никогда не заставит никого любить себя и принимать себя. Бог блюдет за соблюдением законов на этой земле. Когда люди начинают попирать Божьи заповеди, Бог посылает наказание. Бог наблюдает за справедливостью, но Бог никогда в сердце не ворвется и любить себя никого не заставит. И когда Иисус приходит, чтобы принести благословение, и Он встречает вот эту агрессию там внутри, в отношении Него, Он разворачивается и уходит. Не по той или самой причине мы оказались обкраденными многими благословениями, которые были в нескольких сантиметрах от нас. Не по причине ли фарисейской закваски, так глубоко укоренившейся в нас, мы прошли мимо многих обильной Божьей благодати. И сегодня мне хотелось бы обращаясь к Богу, молиться и сказать, Господи, приносим Тебе наше колючее сердце, приносим Тебе наш злой язык, приносим Тебе наш раздражительный характер, приносим и кладем на Твой алтарь. Когда Ты прибудешь в пределы Далманувские, мы хотим, чтобы встретили Тебя не как фарисеи, но как ожидавшие, наслышавшиеся о Тебе. Иисус пришел в одно место и написано, жители, узнав Его, обижали всю окрестность и принесли Ему ко всех нуждающихся, взяли все от Господа. Сегодня мы слышали, мир провозглашает взять от жизни все, мы говорим, возьми от Господа все, все благословение, которое написано всяким духовным благословением, благословил в небесах. Но для этого нужно узнать Господа, нужно иметь внутренние глаза открыты, узнали и побежали скорее собирать всех нуждающихся. И в этих поселках, я думаю, долго никто не нуждался потом во враче. Но когда наше сердце, не изменяющийся, лицемерное, притворное, ведущее двойной образ жизни, встречается с благословением, оно отталкивает его от себя, отторгает его от себя. И если мы не хотим попадать непрестанно в такие тупики, мы сейчас в молитве принесем все наше колючее Господу. Помолимся Ему.